Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола открывает битва двух столиц, Уральской и Северной. У РФУ Екатеринбург, Ранхикс, Санкт-Петербург. По оценкам экспертов, явным фаворитом был Екатеринбург. Это более титулованная команда. Но сразу игра не заладилась. Ошибки в обороне, неуверенность в атаке. Плюс соперницы смогли выключить из игры Елизавету Колотовкину, главного бомбардира Уральского федерального университета. У Питера наоборот. Как часы работал дуэт Ксении Игнашевой и Полины Важовой. По итогу двух четвертей на табло 27-26 минимальный перевес Екатеринбурга. Спортсменки явно рассчитывали на другой результат. Как игра вообще? Не очень. Боевой дух фаворитов попыталась поднять Екатерина Суворова, тренеру РФУ. С первой минуты это последний. Бой. Всё. Давай. Давай. Эффект не был моментальным. К концу третьей четверти ранхикс вовсе вырвался вперёд. Сделал на табло плюс 11. А Полина Важова шагнула за двадцатку в графе результативности. Браво. Матер, май. Подсказ и мотивация тренера команды из Екатеринбурга начали работать в четвёртой четверти. Баскетболистки у РФУ стали надёжными в обороне и разящими в атаке. За две минуты до конца матча они делают безумный камбэк, отыгрывают минус пять и дожимают соперниц. Останься, не пускай наружу. Вот это жару закатили девчонки по итогу игры. С отсчётом 74-68 победу одерживает у РФУ из Екатеринбурга. Я думаю, что мы вывезли за счёт характера, потому что это женский баскетбол и тут больше от настроя зависит. И мы могли выиграть, вот просто сдали свои позиции, в защите пропустили лишние трёхи, поэтому очень обидно. За кубок чемпиона АСБ теперь у РФУ сыграет 5 июня с командой Питерского госуниверситета, которая со счётом 80-65 в другом полуфинале разгромила действующих чемпионов – чёрных медведей политех из Санкт-Петербурга. Илья Лядвинкаун, Павел Емелин. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.